Москва, Кремль, Путин, ужасная погода Стефано Тиоццо, итальянский фотограф и писатель Всем привет! Просто муж садиказан Была кавказская свадьба Кожмар, это самый ужасный день моего жизни Итальянцы вообще знают, что такое личное пространство? Так, блин, нет Всегда очень эмоциональный момент У нас очень уж серьезные все Здесь точно будет непросто Грустить с тобой, семья моя, и праздновать с тобой Это грустная русская душа Стефано Тиоццо, Италия Фотограф и путешественник влюбился в Россию И страна ответила ему взаимностью Подарив новый статус Муж певицы Сати Казановой Чтобы объяснить европейцам свою страсть К нашей стране Стефано пришлось написать книгу И выпустить ее в Италии В самый разгар санкций Проехал Россию вдоль и поперек Убедившись в том, что душа русского человека Глубже Байкала Был потрясен обычаями Кавказа И как настоящий горе Стойко выдержал национальную свадьбу В Кабардино-Балкарии Всем привет! Всем привет! Это проект «Мы и они» И я его автор Мария Шахова Мы снова с вами на выставке Форум Россия И сегодня у нас не обычное интервью А паблик-ток Поэтому зрители становятся Участниками нашего шоу И смогут задать свои вопросы Мне и, конечно же, нашему иностранцу А сегодня у меня в гостях Стефано Тиоцца Итальянский фотограф И писатель Всем привет! Но в России он больше известен Как муж Сати Казановой Мое имя на итальянском Google Ни фотограф, ни писатель Ни такая хрень Это просто муж Сати Казанова Это самый важный цель жизни Честно говоря, и мы действительно Узнали о тебе впервые Когда заголовки средств массовой информации Просто стали пестрить Что Сати Казанова выходит замуж за итальянца Расскажи о своих первых впечатлениях Когда ты приехал в Россию Первый раз в России у меня был в 2015 году В это время я еще не познакомился с Сати И просто был отпуск Был со своим лучшим другом Мы сделали транссибирский магистрал С Москвы до озера Байкал И мои первые впечатления были Белорусский вокзал Потому что там приехал с поезд из Варшавы Первые впечатления — это просто очень красивый город Москва — это очень прекрасно Красная площадь И все, что мы все знаем И у меня есть очень важная память Из этого путешествия Это было в городе Красноярск В городе Красноярске нет такой яркой Как Красная площадь Или какой-то музей видит Это, так скажем, обычный город Российский город Но там мы жили Наши самые интересные эмоции Этого путешествия И нашли самые первые встречи с русской душой Можно так сказать Я не могу сказать Один точный момент Но была природа Мы гуляли в парк Центральной церкви Там мы попали во время службы Не планировали Просто так получилось И просто мы слышали Это православный хор во время службы И просто это так трогало наше сердце Очень-очень интересно Скажи, любовь с Россией случилась с первого взгляда Или произошла чуть позже? Произошло чуть позже Как будто моя отношение с Россией Это как отношение с человеком, которого ты встретишь Наверное, это красивый человек Потом ты говоришь, говоришь И постепенно любовь начинается Ну, понимаешь? Это не было первый взгляд Я думаю, что это самые дыки любовь Так начинается Ну и как в любых отношениях В любовных или дружеских Всегда есть сложности Ты помнишь какие-то моменты А может быть момент Когда ты думал Так, ну, мне здесь точно будет непросто Может быть, мне стоит вернуться Никогда не был такой тяжелый момент Можно сказать, что В самые первые два года Конечно, был очень тяжелый момент По поводу язычной стены Я не смог коммуницировать И нормально общаться Это тяжело, понимаете? Когда вы не говорите это язык Это другой человек Никакая языка, кроме русского говорит И, ну, если мы можем сказать Самое тяжелое время Конечно, я думаю, что это не секрет Что это начало 22-го года Когда все изменилось здесь И, конечно, все испугались Я был в Италии Ужасные новости Ужасная противороссийская пропаганда Конечно, это был самый тяжелый момент для меня Но я никогда не думал Все, это конца Это конец Интересно, что Сейчас ты живешь на две страны Большую часть времени проводишь в России Ты здесь потому, что Жене так удобно? Или потому, что ты все-таки Влюблен в нашу страну? Ну, слушай Конечно, жена Это важная часть жизни человека Это будет путешественник Нету какое-то место На свете Я больше пробиваю Больше, чем Не знаю Несколько недель Тоже в России Я буду здесь два недели Потом путешествую Потом три недели Потом путешествую Потом путешествую Два месяца подряд Потом снова здесь В Италии Несколько дней Вот это моя жизнь Сейчас Позже Сколько лет? Уже Шесть лет? Ну, семь Почти семь лет Я просто чувствую Что это Это дома Но как Это Кстати, это интересная тема В моей жизни Как понять, где дома Из-за того, что у тебя Дома нету Я могу сказать, что Здесь Особенно сейчас После 2020 года Когда начиналась Пандемия Много Вещей Изменили Западные страны Особенно в Италии Люди стали Тяжелее Люди стали Много Страдать Я не говорю Про физические страдания Просто Про психологические страдания Намного легче Общаться С людьми В России Намного Приятнее Намного Как сказать Честнее Более честнее Отношение В Италии В западной стране Сейчас это все Очень сложно стало Русские люди Русский народ Везде Не только в Москве Особенно за городом Когда ты путешествуешь В разные районы Особенно в дикой природе Там У них есть Более Более Дикое понимание О том Что важно В жизни Понимаешь У нас В Италии Сейчас Есть много Иллюзий Про то Что должно быть В жизни И мы просто Забываем О том Что мы были Десять Двадцать Год назад Что Важные отношения С человеком Это важно Быть Добрый Друг с другом И Мне кажется Что здесь Это качество Это более ярко Чем Другим Я знаю Что ты выпустил Свою книгу Которая Предназначена Для европейцев И Причем Выпустил ты ее В самое непростое время Как раз таки Когда В Европе Стали Модными Если можно так сказать Некая русофобия Когда стали Просто Исключать Отовсюду Русские произведения Хейтить нас Первый вопрос Ты не боялся Вот именно в это Время выпускать Книгу И Второй вопрос А что ты Хотел рассказать Итальянцам В этой книге О нас Много путешествовал По России Везде Я думаю Что я Могу Честно Говорить Что Наверное Я знаю Россию Больше Чем Большинство Русских Потому что Я был И на Камчатке И на Алтай И тоже Жил У Ненцы Там На северной части Урал В Терриберке Кавказ Везде Дагестан Вообще По всему Россию путешествовал Я Раскрою В таком путешествии Такое Огромное сокровище Я давно Думал Надо рассказать Про это Надо рассказать Как люди живут там Как прекрасная природа Туда И все А я всегда заметил Что Россия На взгляд Европейский Особенно Итальянский Это Это не большая Очень разная страна Это просто Как монолит Но Который Ну просто Москва Кремль Путин Ужасная погода Холодно Все Вот это Россия Для Европейцы И вот это Я думал Уже 20-го года 21-го Ну давай Начинаем С 22-го года Написать Эта книга В Италии Особенно Все что был Русский Это было просто Из ад На взгляд Человека Я не шучу Ребята Это ужасная вещь Случилась В нашей стране Особенно В первый месяц Сейчас Слава Богу Стало все нормально Но в первый месяц Они отменили Курс Достоевский В университете Представляете Ну почему Потому что он русский Ну блин Извините Он родился 200 года назад Тоже быть русский 200 года назад Это Это Криминальный Ну скажите пожалуйста Ну Или И много Тупых вещей Которые мне просто Стидно Доже Повторить А в этот момент Человек Хочет писать Написать Книга Про сколько Красивая Россия Я хочу рассказать Про то Что реально Есть Россия Что Правильно Есть такая страна Потому что Я видел Своими глазами Я не читал Книга Я не Читал В другой блог Я видел Своими глазами Я могу Смотреть Глазами Любая Человек И стоять На эти чувства На то Что я видел Потому что Я знаю Большая С Понимаете Я решил Начинать Написать Эту книгу И когда я Начинал Написать Эту книгу Я был В Европе Просто В начале Марта Априля Много путешествия Потом Решил Вернуться В Россию Только конец Юлия Я помню Был один момент Блин Это Плак Блин Всегда Очень эмоциональный Момент Потому что Вы Не можете Представлять Как тяжел Был Этот момент Для меня Потому что Когда я Возвращал В Россию Ощущение Как Ты знаешь Ты думаешь Люди Сказали тебе Что Твой Очень хороший Друг Умер И потом Ты видишь Что он Жив Что он Еще там Представляешь Какая радость Какая Эмоция Я помню Что То есть Ты читал СМИ В Италии В которых Говорил Что у нас Здесь все плохо А потом Приехал И увидел Что все хорошо Когда ты В такой Эмвайромент Ну Как сказать В окружении Спасибо В такой В окружении Несмотря На то Что ты думаешь Ты абсорбируешь Такую энергию Понимаешь Когда ты Снова На другой Части Мира И Вот я У меня Было Такое Сильное Сильное Счастье Сильная Радость За то Что я видел Что мой хороший Друг Из-за метафоры Он был жив Он там был Он тоже страдал Как и мы Страдали И поэтому Вот я до сих пор Я помню Что я написал Последние страницы Моего книга Я Еще до сих пор Я не могу Рассчитать Этого Страница Без Без Плаката Потому что Это так дико Так серьезное чувство Я Начинал С этой книги Я написал Что Россия Это не страна Которую ты выбираешь Россия Это страна Которая выбирает тебя Потому что Не найдешь Такой итальянцы Который думает Ну давай Едем жить в России Никто не думает Все итальянцы Которые здесь живут Либо ради любви Либо ради работы Просто случайно Здесь попали Ну по ошибке Наверное И потом И потом Остались Все остались Ну почему Потому что Не знаешь Я нашел Такой красивый Страна народ Вообще Здесь мне нравится Выбрала меня Много лет назад Мне дала жена Мне дала путешествия Приключения И знания Про такую Прекрасную реальность А вот сейчас Наверное Это в ее Самые темные ночи Наверное Вот время Мне выбрать ее Спасибо тебе За твою откровенность И у тебя действительно Очень классная профессия С точки зрения того Что ты можешь путешествовать Ты очень много путешествуешь Фотографируешь Ты документалист Ты видишь все своими глазами И вот ты можешь Вот с этой позиции Рассказать Что самое прекрасное Ты увидел В нашей стране Ну конечно Это индивидуально Есть много красивых мест Конечно У меня есть Большая связь на Кавказ Потому что У меня есть семья Там Там женились Там Все приятно Если я могу Если мне надо Сказать Какая самая Красивая часть Россия Я буду сказать Алтай Горный Алтай На границе С Монголией Я там был В конец Сентября Двадцатого года Когда Все деревья Стали золотые Золотые Потому что Осень приходит И тоже снег Есть такой Уникальный Желтый цвет В таких деревья И Красота Горы Красота Развет Закаты Просто Природа на Алтай Это нереально Нереально Просто Это как будто Звадба между Канадой и Монголией Между Южной Америкой И Степ Ну Которые Жениться Сделят сын Вот это Алтай Стефано А что вообще Люди в Италии Знают О нас Русских И о России Есть и такие Итальянцы Которые Ничего не интересны Которые Очень хорошо Чувствуют дома И Даже не знают Что происходит С мамой С мамой Конечно Даже не знают Что происходит С Вейцария Представляете В России А есть Какие Очень Дыки Любит Россия С детства Я не знаю Как Наверное Это какой-то Русский ген В него Не могу Сказать Но есть Такие Итальянцы Которые Все знают Про Россию Знают Историю Советского Союза Знают История Цар Читали Все романы Русской литературы Есть такие Людей У нас Много Кстати Немало Стефана На самом деле Не только Итальянцы Есть Которые Не интересуются Другими Странами Но И среди Нас Россиян Немало Таких Людей Я подготовила Тебе Сюрприз И решила Узнать А что Русские Знают Об Италии Для этого Я пошла На выставку И спросила У людей На выставке Что они Вообще Знают Об Италии Я тебе сейчас покажу Видео Боюсь ответ Спагетти, пицца, мандолино Все Я тебе сейчас покажу Видео А в конце Ты нам расскажешь Что из этого Правда А что нет Договорились? Ладно Сто процент Я готов Расскажи Что ты знаешь Об Италии Они всегда едят пиццу Вообще На завтрак, обед и ужин Открытые Экспрессивные люди Вот прям Наш южный вариант Для них это нормально Ссориться Ругаться Кричать друг на друга Всякие вот эти Фразочки Да Всякие Вот эти жесты Даже в футболе Они очень знаменитые Сильно любят пиццу И ругаются Если она приготовлена Не по правилам Они мафиози Все Люди, которые Все любят воспринимать Очень близко к сердцу Итальянцы Очень энергичные люди На которых нельзя положиться В Италии Все мужчины ходят с усиками Лично ухаживают за собой мужчины Я слышал такую версию даже Что они прям слишком красивые Девушки Обращают внимание Русские девушки На то, что мужчины прям очень красивые И может быть излишни Нежели там другие представители разных стран Там много импазантных Русских Очень Как это хлебосольные Похожие на грузин И очень гостеприимные И все время поют Итальянские песни В целом кажется, что они наслаждаются жизнью Мне удивительно, что никто сказал Ни одно слово про Альбану Это уже результат, мне кажется Всегда едят пиццу на завтрак, обед и на ужин Но это абсолютно неправда Потому что мы только на ужин кушаем Кушают пиццу на завтрак Только если осталось после ужина Итальянцы очень открытые Как наш южный вариант Да Кстати, это правда Это очень похоже на южный вариант Ты имеешь в виду кавказские Кавказские народы, да Конечно, очень похоже Для итальянцев нормально Ссориться, ругаться, кричать друг на друга Абсолютно нормально Это классный Кстати, это важный знак хорошего отношения Кстати, это проблема для меня Потому что Ну я знаю, что В России ругаться, это плохие злобы Это очень серьезная тема Если я хочу Я скажу Мы поняли Понимаете Не надо Люди принимают серьезно здесь Ого Как ты уже знаешь русский язык А в Италии Это просто самое нормальное Злово, которое начинается с х у вас Не повторим Дети в сале У нас это самое нормальное слово для отношения Например, что ты делаешь Это что х ты делаешь Нормально Абсолютно нормально Жена мне никогда не научилась Такие слова Я изучил сам себе в путешествии Ну, потому что Неприятные люди Начали в путешествии Ну, короче И когда я возвращаюсь Я так рада Знаешь, любовь моя Я изучил это слово Типа Яна Кто тебе изучил такие слова Кто? Расскажи Никогда не повтори, пожалуйста Очень драматически У нас нормально Все легче у нас Итальянцы очень энергичные люди На которых нельзя положиться Можно сказать Можно сказать, что это неправда Кстати, есть Итальянцы очень энергетические Но больше всего Они очень ленивые Ну, не хочу Я устал сегодня Нет Но Еще на работе Нет Не хочу вас Все итальянские мужчины Ходят с усиками? Нет Я представляю Откуда это приходит Из Такой Кадр Стереотип Похоже на Супер Марио Но это очень редко бывает Итальянские мужчины Очень ухаживают за собой Они очень красивые И за это их любят русские девушки Это правда У нас есть натуральная красота Итальянские сделают все красивее Это самое большое качество Нашего страны Что все красиво И, конечно, они Они очень много нравятся Русские женщины Это Кстати, я забыл сказать Что они знают про Россию И погода, и Кремль, и Путин И красивые девочки Вот это все знают Итальянцы очень гостеприимные Да Это правда Тоже изменится по времени Но Еще раз Это более верно в Южной Италии Чем на Северной Италии Как ты считаешь Вот что нужно знать русскому Обязательно нужно знать русскому Который собирается поехать в Италию Что ему нужно знать об итальянцах Надо знать разницу между Наполитанская и Римской пиццей Это очень важная разница Не шутим, ребята Это богохудство Они сказали в интервью Они очень ругаются Когда ты неправильно пиццу делаешь Это правда Это единственное, что ты запомнил Из всех стереотипов Это серьезный тема Ребята, не шутим про пиццу Я могу рассказать, как русские чувствуют Отношения со своего земля Народа, отчества Это известно везде Что русские не очень патриот Давно, давнень-давно А вот это мы итальянцы не понимаем А я скажу всегда Ну, слушай Есть такие смыслы Которые ты думаешь И даже ты не реализуешь Что ты думаешь Просто ты думаешь Потому что ты родил в такие народы Но, представляешь Что ты думаешь Про пиццу с ананас Ну И всегда Ужасный Вот Ты никогда не кушал пиццу с ананасом? Нет И как ты знаешь, что это ужасный? Я просто знаю, все Раскрою вам один секрет Когда Стефана только приехал И мы предложили ему выпить кофе Он согласился И ассистент спросил Вам американо? Он говорит Что? Итальянцу предлагаете американо? Какой еще американо? То есть там не только с пиццей Там вот еще и с кофе есть какая-то Кстати, по поводу капучино Я знаю, что у вас есть такой Не знаю, как сказать Но вы пьете капучино на ужин Ребята, капучино на завтрак Все После 10 утром больше не продается капучино в Италии Важно Итальянцы мега общительные люди Настолько очень общительные Разговорчивые Мне кажется, итальянцы могут разговаривать бесконечно И говорят, и говорят, и говорят И главное, о чем? Да ни о чем Интересно, знаешь, на типичный рабочий звонок Первые 15 минут Слушай, как, дорогой мой? Расскажи, что ты сделал вчера? Все хорошо? Ну, погода как у тебя? Ну, нормально Слушай, кстати Я звонил тебе Как будто это просто Не главная причина этого звонка Ну, кстати Надо говорить про работу сейчас У нас всегда так Когда мы звоним друг с другом Первые 5-10 минут Это просто кетчап Как общаться У меня недавно был в интервью гость Из Екатеринбурга Итальянец И он говорит Я счастлив тому, что я переехал в Россию Потому что я, говорит, просто устал от этого бесконечного шума Везде, говорит, говорят и говорят Теперь, мне кажется, он теперь один в Екатеринбурге разговаривает За всех итальянцев Он говорит Это же постоянно Я, говорит, ложусь спать здесь Тихо, хорошо А у нас вечеринки, тусовки, еще что-то Итальянцы вообще знают, что такое личное пространство? Нет, вечером надо шуметь Это время сутка, когда надо шуметь Всегда Кто-то сказал, что мы наслаждаемся жизни Вот так мы делаем Как на Кавказе Это тоже самое Это очень похоже Я помню, когда я был первый раз на Кавказе Было такой невероятно огромный ужин Семьдесят человек, которые приехали Даже люди, которые не знакомились друг с другом А давай со мной, с нами А, вот, как и дома Как красивее здесь А мне вот тут подсказывают Что к нам приехала Сати И мы хотим, чтобы она присоединилась к нам Давайте поаплодируем Я знаю вашу историю знакомства Вы познакомились в Германии на свадьбе И у меня вопрос к Стефану Расскажи, чем тебя привлекла Сати Ну, кроме того, что она нереальная красотка На первой встрече мы друг с другом не понравились, честно говоря Так обычно все и начинается Мы встретились Это был особенный момент в моем жизни Где я просто вообще не думал отношения И даже если передо мной была самая красивая женщина на свете Я на ее не смотрел Вот это мое состояние в такой момент И так и получается Самая красивая женщина на свете Была передо мной Паракула, вот это там Точно, точно Расскажи Сати отличается от итальянских женщин? Кстати Нет, немного Потому что Из-за того, что она Кавказская культура Она очень похожа Ну, конечно, есть свой уникальность Уникальность, потому что кавказская культура есть уникальная культура Похожая, но не так Одна и то же на итальянца Конечно, она не выглядит, как она Типичная русская женщина Как и ты, например Но Она очень более похожа на южно-итальянскую девочку Ну, с такой Азиатским чувством с глазами Это очень красиво Сатира, скажи А что есть такого в итальянских мужчинах Чего не хватает в русских? Начну с того, что я вовсе не искала отношений И уж тем более замужество с иностранцем Или с итальянцем Это никогда даже не было такой идеей И, кстати, в момент знакомства Я пребывала примерно в таком же настроении, как и он То есть что угодно, но только не отношения То есть там у нас у обоих была какая-то своя личная драма Мы были с разбитыми сердцами И, в общем, вот Никогда уйдем в монахи В общем, какое-то такое было настроение Это серьезнее Правда, это без шуток Опять же, в силу географии Климата, исторических событий У нас очень уж серьезные все В каких-то таких серьезных щах Что аж хочется взрыднуть Вот как Да, вот у нас осторожно Двери закрываются И хочется повеситься Ну, страна такая Да, душа такая русская Она как-то вот полюбилась, кстати, моему итальянскому мужу А итальянцы, они очень сентиментальные Радостные, легкие Эмоциональные То есть для них абсолютно точно не составляет проблемы Выражать любую эмоцию Я когда наблюдаю их общение Вот внутри семьи Они за столом могут рассказать друг другу Ну, такие детали Какие-то даже интимные подробности Может, даже какого-то сна или жизни То есть у них нету вот этого Прилично, неприлично Принято, непринято Очень доверительно И это, мне кажется, это более Есть такое слово Healthy По-английски Больше здоровья, что ли Северный итальянец Он более пунктуальный Чёткий Сказал, сделал Вот в этом смысле Всё-таки у нас в России Вот хотя Традиционные 15 минут А у меня так вообще 30-40 Поэтому Вот Есть Есть замечательные качества в нём Все герои моего проекта Всегда говорят про русских Мы не можем привыкнуть Что русские всегда опаздывают Всегда Итальянско-европейское Это, в общем-то, одно Так, сейчас я перечислю Первое Мы, значит, расписались в ЗАГСе Гражданское, назовём это так Расписались в ЗАГСе 25-30 ближайших друзей Завтрак свадебный Разъехались Потом была свадьба в Ашраме Такая духовная свадьба То есть она по ведическим традициям Мы были в индийских нарядах Там было Две или три тысячи человек Вообще-то они не на нашу свадьбу пришли Просто мы оказались на этом празднике Как жених и невеста И причём не одни В качестве жениха и невесты Затем была кавказская свадьба Тоже 300 ближайших родственников Самых близких Да, остальные две тысячи Просто самые близкие Потому что Как я могу не звонить 300 человек Это самые ближайшие 300 А остальные две тысячи Тоже близкие Но как-то мы не хотели сильно широко Потому что мы понимаем Мы еле выжили, если честно Эти четыре свадьбы Стефана А что тебя удивило Если что-то удивило В кавказской свадьбе? Ну, помимо самых близких Трёхсот родственников Одежды В кавказе Нет, ни в коем случае Конечно же Мы шили специальные наряды Максимально приближенные К национальным На нём была черкеска С газырями Конечно же Это ноговицы То есть это такие Очень обтягивающие Как сапоги Ну, такие Как чулки Сапоги Что ли А на мне была фаша Фаша Это традиционное Национальное платье С такой Конусообразной Шапкой С поясом Очень красиво Это, конечно Очень величественно Нереально красиво А какие-то традиции Может быть Тебя удивили? По традиции Должны быть Очень много традиций Должны быть Три дня Свабы Мы сделали Семь дней Семь ночей Извините Не хотела Мы сделали Очень простой вариант Сокращённый вариант Сокращённый вариант То, что я заметил Очень красивые Это Благородные танцы Которые мы сделали И, кстати, это очень интересно Потому что На кавказской культуре Особенно на кабардинской культуре Есть Отношения Между мужчиной и женщиной Это очень разное Чем Тоже в России И не смотря Не думаем В Италии Представляете, что На кабардинской языке Нету такая фраза Которая переводится Я люблю тебя Нету такой Не переводится Да, у нас просто Нет такого выражения Самое высокое выражение Для отношения с женщиной Это Ты у меня Очень хорошо видишь сегодня Нет Это выражение Которое подразумевает Я тебя люблю Дословно переводится Как Я тебя хорошо вижу Я тебя вижу Это круто Это глубоко Мне кажется Это круче действительно Чем Я тебя люблю Такое Уже дешёвое стало А вот Я тебя вижу И в такая культура Где нету Такого слова Для Я люблю тебя Представляете Как должен выглядеть Танцы между мужем и женой Даже не трогаться Друг с другом Далеко Друг с другом Разные стороны Комнаты Просто максимально Это просто как Вот так Дай сделай Вот типа так И вот И я был Немножко В щёках Никогда Не было В нашей традиции Такого Чтобы жених И невеста Сидели во главе Стола И гости И горько Целовались Упаси Боже Никогда Ну в смысле Не то что плохо Это просто Вот я выросла Там Где типа Поцеловаться На свадьбе Вы что Это Недопустимо В общем Был момент Где все гости 300 гост Ждали Ну меньше Чем 300 Было Намного меньше 299 Было Намного меньше Они все ждали В сале Которые Ждали в сале Что Я и Сати Входили В зал Главный момент В Италии Такие моменты Это просто Большая радость Ты просто You jump Как Все прыгают Прыгают Кричат Подсвистывают Мы женаты Ес Все такое Но Я был готов Для такой спектакль Потому что Будучи в Черкесске Это Потому что Самый счастливый День Жизни И она Я помню Что Буквально Три секунды До входа В комнату Она Развела ко мне Очень серьезное лицо Смотрели на меня Слушай Для никакой причины Не улыбай Серьезно Да Просто Не смотри Никакой человек Глазами Смотри Над голова Ровная спина Серьезно И просто Ходишь Доверяй мне Серьезно Говоришь Все хорошо У нас Все нормально Я что-то делал Наверное Что-то плохое Сделал Можно зафиксировать Сейчас Надо извиниться Не-не-не Доверяй мне Ты просто Итальянец Не понимаешь Они просто По-другому Ожидаться от тебя Хорошо Доверяй мне Я доверял себе Доверял жена И тогда Я входил В комнату Так Со своей Черкесской Со своей Шапкой Со свой Кинжал Все очень Серьезно Как будто Я на война Еду Не на На Сбабда Крайние глаза Я смотрел Реакция И все Его Родственники Они были В щеколях Боже Он наш Серьезно И И вот Я понял Вот Молодца Ты хорошо Сказал Вообще Мы сделаем Хорошую фигуру Сейчас И Ну там Тоже мой брат Был А мой брат Итальянца Тоже И Совсем По-другому Ожидал Ну И есть Такое видео Очень смешное Я сохранил В телефоне Он Он просто Занимал И Я вижу Очень Серьезно И он Ну что Ты Успокойся Давай Ну Разладься Улыбай Немного Что Тебя Давай Такой Серьезный Скучный Ты Я Серьезный Потому Что Он Кричал Ну Что Ты Идиот Что Ты Делаешь Я Просто Занимаю Блин Я не могу Потом Расскажу Доверя Это Это Очень Серьезный Вообще Вообще Организовали Организовали Потому Что Как Сказали Она Постоянно 30-40 Минут Опаздывать Мы Все Четко Планировали И Все Просто Был Вообще Кожмар Был Самый Ужасный День Моего Жизни Да Он Очень Тресовал Я Просто На Конец День Слава Богу Мы Женатели Все Закончили Хочу Спать И Плакать Пожалуйста Больше Неделя Так Как У У нас Сегодня Паблик Ток Наши Зрители Становятся Участниками Нашего Интервью Я Предлагаю Ответить Нам На Несколько Их Вопросов Ты Говорил В начале Интервью Про Книгу Которую Ты Издал В Тяжелое Время Для Обоих Наших Стран И для Всего Мира В принципе И Вот У меня Такой Вопрос Изменилось Ли Мнение Соотечественников К тебе Там В Общественное Про Меня Да Или Про Нас Про Русских Ну Про Меня После Книга Не Знаю Конечно Из Это Изменилось Несмотря На Книгу Потому Что Есть К сожалению Такие Части Народа Которые Просто Из-за То Что Живешь В России У Тебе Есть Русская Жена То Значит Плохая Человек Есть Такие Тупые Люди Везде Извините Не Только В Италии Думаю Что Тоже В России Есть Такие Люди Такие Мы Батареали Так Скажем Но Это Уже Уже С Первого Дня Не Только Потому Что Книга Я Как Понял Итальянцы Очень Трепетно Относятся К Пицца Паста И Все Прочее А Что Тебе Нравится В Русской Кухни Больше Всего И Почему У меня Есть Проблема В такой Вопрос Потому Что Мы Оба Вегетарианцы И Для Вегетарианцев Русской Кухни Это Так Себе Так Скажем Это Немного Вариант Есть Ненавидит Винегрет И Все Что С Этим Связано И Московский Салат Туда Даже Поэтому Как То Выживаем Может Быть Что Это Вопрос Что Это Ответ Выглядит Тупая На Ваш Взгляд Но Я Серьезно Никогда Кушал Такие Вкусные Карточки С Грибами Как В Россию Я Понимаю Что Это Очень Простая Еда Но Для Меня Это Спасет Меня Везде Я Могу Быть На Самой Дикой Природой В Якутии Там Карточки с Есть И Вкусные Скажите Пожалуйста На Каких Постулатах Вы Строите Свою Семью Пиццу Во-первых Обязательно Конечно Потом Все Остальное Пицца Это Религия Но Поскольку Я Еще Не Очень Толерантна К Глютену Я Не Могу Исповедовать Его Религию Так Как Он Б Хотел Но Я Делаю Все Возможное Конечно Еще Духовные Ценности И Постулаты Которые Гораздо Крепче Любых Других Культурных Или Каких-то Социальных Цементов Склеивают Духовные Ценности И Этика Определенная Строим Отношения По базе Отношения Сама И Тогда Важно Что мы Доверяем Другому Важно Что мы Поддерживаем Друг С другом И Потом Вот Это Как будто Строить Новую Культуру Про Духовные И Отношения Базы И Вот Это Очень Круто Кстати Вопрос В следующем Вот Как Фотограф Кто Требователь К своим Фотографиям Русские Женщины Или Итальянки Все-таки Известно Что Залог Семейного Счастья В Хороших Фотографиях Жены В Отпуске Кстати Вам Никакая Человек Не Будет В Его Кадр Я Пойзажист Мне Нравится Природа Закат Разбит Если Какой-то Человек Пойдет На Мой Кадр Я Удалю С фотошоп Да Если Такой Анекдот Наш Семейный Звучит Он Так Дорогая Ты Прекрасна Но Отойди Пожалуйста Ты Загораживаешь Мне Этот Закат Часто Говорит Ты Знаешь У меня Две Жены Ты И Аврора Северное Сияние Она Говорит Вот Я Перестала Его Мучить Мне Проще Нанимать Профессиональных Фотографов А он Уже Свою Аврору Снимает Поскольку Итальянцы Рождаются Каждый Из вас Повороте Я Много Лет Прожил В Италии Я Там Вырос Я Хотел Узнать Ну Поскольку Твоя Супруга Она Известная Певица Мы Все Любим И Уважаем Я Полагаю Что Ты Тоже Стефана Должен Неплохо Петь Поскольку Ты Творческая Личность И Однозначно С такой Супругой У тебя Шансов Никаких Просто Молчает Иногда Мы Дома У нас Есть Небольшое Фортепиано Устраиваем Какие-то Такие Посиделки Стефана Кстати Неплохо Поет У него Красивый Чистый Такой Твердый Баритон Он Обожает Петь Песню Про Коня Любе Это Он Знает Историю Гимна России Я Думаю Ни Один Из Нас Не Знает О Том Что Гимн России Менялся Шесть Раз Начиная С Царской Руси Как Что Эту Всю Историю Эти События Он Знает Лучше Любого Россиянина Тоже Удивительно Обожает Гимн России Знает Наизусть И поет Просто Так Еще Очень Песню Любит Гляжу В озера Синье В глаза Нет В полях Ромашки Рву Допой Допой Теперь Ну Допой Ну Пожалуйста Зову Тебя Россию Ну Единственной Зовут Не знаю Счастья Большего Чень Жит Одной Судьбой Грустить С тобой Семья Моя И Просновать С тобой Вы Это Грузная Русская Душа Просто У меня Осталось Три Вопроса Которые Я задаю Всем Своим Гостям Ты Готов? Думаю Да Три Главных Качества Русской Души Это Зложно Надо Подумать Доброта Я думаю Потом Даже не знаю Злоб Потому что Это Такие чувства Можно доверять Друг с другом Нужно положиться На русский Можно положиться Когда что-то важное Есть Не по времени Не по Все организовать Плохо Это другая история Когда что-то важное Ты можешь знать Что Это Хорошее Отношение Чувство Грузнота Которое Лежит Под одеяло Но везде Есть Какая-то Меланхолия Меланхолия Которое Можно везде Заметить Даже На самый яркий Момент В России И Тоже Заметил Везде Но Это Открывает Дверно Другой части Мне кажется Что Духовные качества Русского душа Но русский народ Это Они На очень Высокий уровень Это Будет Сложно Рассказать Но наверное Ты понимаешь Три вещи В России Которым ты Никак Не можешь Привыкнуть Пробка Это в Москве Это шутка Мне очень Не нравится Летом Когда Есть много Комаров Везде Особенно В природе Это ужасно Не просто Вертолеты Не комары Блин Укроп Ужасный Блин Конечно Что у вас Укроп Почему вам Так нравится Укроп Мы не можем Понять Почему он вам Не нравится И кинза И кинза Кстати Да Укроп И кинза Я просто Не понимаю Они запретны В нашего дома Сейчас Что русскому Нужно для счастья Думаю Хорошие друзья И хорошее отношение В жизни Мне кажется Это самое важное Для вас Стефан Асати Спасибо вам огромное За сегодняшнее интервью Спасибо за откровенный Разговор Но несмотря на то Что мы активно Сегодня сравнивали Две наши страны Я думаю все-таки Главное помнить Что хорошо там Где мы есть Спасибо вам Это проект Мы и они Я его автор Мария Шахова Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Обязательно пишите комментарии Мы все читаем Ну и конечно же Подписывайтесь На нашу группу ВК и телеграм-канал Ведь все Что не вошло В основной выпуск Теперь будет там Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова